Братва, всем привет! Ну что, вот и завершился мощнейший карт на бойцовском острове. Два титульника. Исраэль Адысания против Паулу Косты, Доминик Рейс, Ян Блахович, Зубайра Тухугов, последний шанс Хадиса Ибрагимова. И ночка выдалась, конечно, крайне интересной, и все это прямо сейчас мы и обсудим. Это обзор UFC 253. Ставьте лайк и погнали! Открывал карт наш Хадис Ибрагимов, у которого был, походу, последний шанс себя показать. Ведь стандартный контракт UFC на 4 боя, а у него за спиной уже 3 поражения подряд. А соперником его стал дебютант и бразильский финишер Данилу Маркес. И со старта бразилец идет в борьбу, пытается переводить, правда получается тяжело. Хадис же порой отвечал с жесткими врывами с длинной серией ударов, но почти все летело по блоку. И в концовке Маркес все же добился своего и забрал спину, пытался накинуть прием, но раунд закончился. Дальше бойцы почти ничего не делали, Хадис пытался ворваться с каким-то полу-оверхендом через весь октагон, но удары не долетали. А Маркес все ждал, ждал ошибку, чтобы пройти в ноги. И в третьем раунде уже был один грэплинг со сменами доминирующих позиций, но Данилу опять был успешнее и оформил парочку тейкдаунов. И по итогу бой дошел до решения, где победу забрал Данилу, Маркес, а Хадис, к сожалению, проиграл четвертый раз подряд. Следом вышли тиши, опасный джитсер, идущий на серии 7 побед подряд, Хуан Эспину противостоял Джеффу Хьюзу, у которого в UFC за три боя пока побед не было. И тоже в какой-то степени сегодня он бился за контракт. Ну и здесь, конечно, крайне доминирующее выступление от Эспину. Сразу стал навязывать борьбу, переводы, смена позиций. Джефф пытается встать и даже что-то бы получилось, но не против такого мастера, как Хуан. Эспину делает очередной перевод, собирается в маунт, после меняет позицию, выходит на прием и проводит блестящий залом шеи в лучших традициях дзюдо, заставляя незамедлительно Хьюза постучать. Вот это да, Эспину в 39 лет одерживает восьмую победу подряд и вторую досрочную победу подряд в UFC. Далее сразились два непобежденных новичка, Уильям Найт с рекордом 5-0 и все победы нокаутом, против Алекса Камура, у которого всего 7 боев и 6 из них нокауты. И здесь должно было быть точно крайне жарко. И начинают бойцы как раз таки неспешно, лично я ожидал совсем другой бой, но ребята решили иначе и не поверите. Все 5 минут они проверяли у кого сильнее объятия около сетки, просто тупо битва клинчей и рефери устал их призывать к активности. Во втором раунде, как вы понимаете, почти ничего не поменялось, просто клинч, но в концовке уже были тейкдауны от Найта, добивания и хороший выход на прием, чем он и уверенно закрепил за собой 5 минутку. И в последнем раунде оба уже сильно устали, но Найт, как ни странно, нашел силы на перевод и почти все время пытался финишировать соперника добиванием. В итоге, конечно, крайне скучный, вялый бой от двух нокаутеров дотянулся до решения, где победу забрал Уильям Найт. В следующем бою у нас снова сразились два финишера, талантливый Шен Янг с рекордом 2-1 уже в UFC, против дебютанта Людовита Клейна с 5 нокаутами в 6 последних боях. А вот это уже было очень мощно, небольшая пристрелка, расчет дистанции, Клейн влетает с хайкиком, попадает, после разряжается мощная серия из 5-6 ударов, почти все залетают туда, куда надо и Янг уже наносили без сознания. Вау, вот это да, вот это дебют, так дебют. Минута 20 со старта и парень делает заявочку на выступление вечера, поздравляем. Далее у нас ветеран Диего Санчес, который с каждым годом ведет себя страннее и страннее, противостоял проспекту из Австралии Джейку Мэттису с крайне опасным партером. Ну и здесь все просто в одну калитку, Джейк красиво работал с дистанции и много точно пробивал ударов. Король шаманов же в ответ летел с длительной серией, но правда все свистело по воздуху. И как ни странно, в перерыве Диего хвалили, хотя он только пропускал удары и видимо поэтому во втором раунде он стал пропускать еще больше. Особенно когда опрометчиво стартовал вперед, натыкаясь на точный тяжелый апперкот и терялся. И в третьем раунде, в самом начале Мэттис очень тяжело попадает, Санчес падает на канвас, Джейк собирается его финишировать, но завязываются в партере. У Диего открывается какая-то безумная осечка, с трудом он старается выживать, но у него все получается. И Мэттис ему просто до конца раунда накидывает в партере. Где по итогу бой дошел до решения, где Джейк Мэттис одерживает победу и продлевает свою победную серию. Следом легкий вес, жесткий и мощный Брэд Риддл с хорошей победной серией в UFC, у него тут уже 2-0. Который кстати в прошлом бою победил Магомеда Мустафаева. Противостоял молодому, но опытному бразильцу Алексу Дасильвия. В рекорде у которого 22 победы, 20 финишей всего при двух поражениях. И завязывается со старта рубка, Риддл только включается и начинает попадать, как Силва его переводит, удерживает, пытаясь улучшить позицию. Брэд не теряет время, пытается встать, но снова летит на канвас и уже спасается от приема, дожидаясь гонга. Во втором раунде снова жесткая рубка, где Риддл даже не понял, что происходит, пропустил и уже он клинчует. Правда сразу же клинч уступает, но зато потом Брэд стал навязывать сам рубку, попадать, гонять по октагону Дасильву и походу бразилец подустал, отчего даже и сам пропустил тейкдаун. И в третьем раунде Риддл уже максимально набрал обороты, в стойке почти без шансов, удар за ударом, прессинг, переводы все блокирует и даже сам переводит. Встает и снова с десяток ударов около сетки. Вот что значит просто передышал, Силва уже бегал, огрызался, но устал и уже почти ничего больше у него не получалось. И Брэд Риддл по итогу одерживает победу, вырывая последние два раунда. Открывал главный карт Зубайра Тухугов, который в прошлом году вернулся в дело с ничьей, но зато потом одержал крайне брутальную победу нокаутом. А его соперником стал Хаким Давуду, опытный ударник серии с четырех побед подряд в UFC и неплохой защитой Пуартера. И этот бой был реально серьезной возможностью для обоих заявить о себе и даже попасть в топ-15. Начинают бойцы аккуратно, Хаким тыкает ногами Зубайра пока без ударов. Но после экватора раунда уже пошли обоюдные обмены в центре октагона и никто не хотел уступать центр клетки. Во втором раунде уже градус зарубы усилился и опять никто не дает работать откровенно первым номером и стараются отвечать на каждый удар друг друга. Правда в концовке Тухугов старается закрепить раунд переводом, что у него и получается. Но вот в третьем раунде Кардио Зубайры стала его подводить. Хаким все время работал первым номером, попадал когда Тухугов вообще почти не бил и все его попытки перевода оставались безуспешными. Зубайр откровенно отходил назад, Хаким ему кричал вслед, давай зарубимся, дерись со мной, хватит бегать. Но боя здесь больше не было. И по итогу же поединок дотянулся до решения, где победу раздельным решением ушла Хакиму Давуду. Дальше у нас сразились девушки, Кэтлин Виера, которая уверенно шла без поражений, но проиграла в последнем бою нокаутом, противостояла Сияре Юбэнкс, которая не так давно вернулась на победную тропу и идет сейчас пока успешно. Начинает Кэтлин очень здорово, тяжелые удары достигают цели, от чего Сияра решает побороться, но борьба здесь ее пока не получается и она продолжает принимать в стойке. Но после вроде как начала тоже что-то нащупывать и тоже включаться. Далее по ходу боя все шло в принципе в одной манере и в ударке обоих были хорошие моменты и в борьбе. Но в каждом аспекте Виера смотрелось все-таки чуточку получше, била потяжелее, боролась покруче и угрожала приемом. И в итоге же девушки конечно дошли до решения и победой ушла Кэтлин Виере. В следующем бою молодой проспект из Новой Зеландии Кайкара Франс, который уже хорошо себя показал в UFC, одержав 4 победы при одном поражении, противостоял новичку Брэндону Ройвеллу, который совсем недавно ворвался в UFC, но уверенно задушив Тима Эллиота. И вот это уже было очень брутально, сразу быстрый темп, Кай сразу тяжело попадает, Ройвелл плывет. Кайкара Франс это почувствовал, полетел вперед, он ловит крутейший бэквист и уже падает сам. Где после чего бойцы завязываются на конвассе и Брэндон начинает заплетать соперника как только может, он в этом силен. Но Кайкара Франс встает, правда ненадолго, Брэндон прессингует, накидывает удар за ударом и ловит коленом подбородок соперника, роняет. Но Кайкара Франс снова встает и правда снова хватает десяток ударов и раунд заканчивается. Но дальше безумие не прекращалось, снова размены, Ройвелл доминирует, идет вперед, Кай делает попытку перевода и попадается на гильотину, после которой он и постучал. Вот это бой, Брэндон Ройвелл одерживает уже вторую победу досрочную, уверенную и крутую подряд в UFC. В Комэн-Ивенте Доминик Рейс противостоял Яну Блаховичу. Рейс в прошлом непобежденный нокаутер уже пытал шанс взять пояс против Джонса, но безуспешно. А вот Ян боец уже возрастной и это его первый шанс стать чемпионом. В целом оба бойца достойны друг друга, опасные в стойке, опасные на удар. И поистине бой был на бумаге лично для меня равный. Начали бойцы аккуратно обмениваясь лоу-гиками и первый раунд особо не агрессировали, потихоньку обменивались навстречу и подбирали дистанцию. Второй раунд снова начинается осторожно, но видно как Ян стал смелее и все чаще разряжался сериями атак. Но что случилось в концовке, Блахович идет вперед, Рейс жмется к сетке и готовит свою заряженную атаку. Блахович принимает игру и начинается настоящий брутальный размен кость в кость. После которых ноги Рейса загуляли, жестко он поплыл, падает и Блахович тут же его финиширует. Вот это да, насколько же уверен и Блахович смотрелся, кто бы мог подумать. Я Рейса в этом бою вообще не узнал. И кстати, как потом оказалось, Блахович еще ему и сильно сломал нос. Как вам бой, друзья, ждали такую развязку? Ох, теперь бы я хотел посмотреть на бой Яна Блаховича и Вадима Немкова. И вот добрались до главного боя, непобежденный чемпион Исраэля Десания противостоял непобежденному главному претенденту Пауле Косте. Битва Давида и Голиафа, высокий худощавый технарь против качного брутального Рубаки. Более того, все подкреплялось лично неприязнью, как видите, и здесь лучше было не моргать. И стартуют бойцы крайне аккуратно, также с разведки лоу-киками. И Изи на них не скупился, накидывая их один за одним, да и считайте все. Но зато было много бравады от обоих, а передняя нога Коста уже потихоньку синела. Во втором раунде уже картина была куда хуже, Коста ничего не мог просто сделать, никак не мог подойти. А Десания его разбивал ногами, как хотел, по всем этажам. Коста обещал до боя пойти вперед, как танк, но стоял на месте, а после стал отступать. И тут уже Адесания разрядился вовсю, джеб-джеб, тут уже включается Паулу, размен. И Адесания ловит левым боковым Косту по виску, тяжело потрясая, Паулу падает. Исраэль в маунте и брутальное добивание. Очень финиш напоминает бой с Робертом Виттекером, и по-прежнему нет ударников в среднем весе, которые обыгрывают здесь Адесанию. Исраэль проводит очередную защиту пояса и остается чемпионом, а Паулу Коста терпит первое поражение в карьере. Вот такая вот брутальная ночка боев завершилась. Пишите в комментариях, какой бой вам больше всего понравился и какой больше всего удивил. На следующей неделе у нас турнир UFC на месте, но карта там крайне слабой. В главном бою Холли Холм подерется с Ирэн Алданой, а большей даже отметить нечего. Но зато потом турниры по составу только будут прибавлять и становиться все жирнее и мощнее. А у меня же на сегодня все друзья, ставьте свой мощный бойцовский лайк, это очень важно, прожимайте колокольчик вместе с подпиской, чтобы ничего не пропускать. Всем мир братва, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok